То, что случилось в середине октября в славном городе Чистополь, было бы по сути событием тривиальным, если бы не одно «но». В тихий и спокойный провинциальный город приехали представители Украинской правительственной газоразпределительной службы. При этом прибыли они сюда по приглашению уже магнитогорской фирмы «Водомер» для ознакомления с технологией производства счетчиков учета «Бетар». И мы, естественно, посетим с вами и орденоносный завод «Восток», на производственных площадях которого расположилась эта фирма. Но для начала подивимся тому, что в России, в 100 километрах от столицы республики, в городе, в котором только одно толком работающее предприятие, и это завод «Бетар», естественно, живут люди, которые не собираются покидать родной город. Да так оно и есть. Здесь просто живут разумно на берегу реки Камы, впадающие в Волгу, и мне, реки раньше видавшие, непонятно стало, что во что впадает. Ибо такой ширины рек я еще не видел, и такого спокойствия. Вероятно, для того, чтобы научиться жить достойно, нам и не надо ехать в Америку, нам просто достаточно съездить туда, где жили веками, где творил Пастернак, и именно с чистопольца он списал доктора Живага. Рядом с музеем этого писателя мы проходили и понимали, что ранее, когда-то, не нефтью и газом гордилась Россия, а не соизмеримо большим, умением жить спокойно, наверное, в мире с родственными конфессиями, так как у нас Бог един, да и пути одни, и это как правая и левая нога одного человека, просто одна правая и одна левая, без которых мы, как народ, населяющий Россию, были бы калеками. Свыкнуться с мыслью, что где-то в России можно жить спокойно, со средним доходом в 11 тысяч на душу, после безумного магнитогорского темпа было сложно, но оказывается можно. Тихо, без надрыва и довольное, жить, а не существовать от зарплаты до кредита, ненавидя тех, кто главнее и кто удачливее. Просто надо разумно тратить силы, не строить для себя иллюзий, не ждать и искать получку, а работать. И вот простой пример. Бывшее оборонное предприятие. Знали мы которое по лучшим в мире часам, да и сегодня востоковские командирские по дизайну и по механизму фуру дают и Швейцарии, и Китаю. Но мобильные телефоны сделали свое дело, как и безмозглая конверсия. Завод в прежних объемах стал просто не нужен, но его не растащили и не продали только потому, что дед Шаймиев пригрозил из своего Кремля Белокаменного тому бывшему продажному Кремлю и предупредил, что не даст воровать. А иначе в центре появится очень независимое и гордое государство. И это явилось залогом стабильности и уверенности в том, что можно осваивать новые технологии и внедрять свое производство. А таковым и стал Чистопольский завод Бетар. И вот ведь какая мысль приходит после посещения таких небольших российских городков, как Чистополь и Октябрьский. Чем меньше у населения зависимость от крупного предприятия, чем меньше возможности зарабатывать на откатах, тем успешнее начинается новое дело, ведется бизнес и счастливее живет население. Трудно представить, но 15 лет назад на фоне растаскивающейся на куски российской экономики в лихие 90-е образовалась эта фирма. И уже через год продукция! А это первые счетчики холодной и горячей воды, которые на ура стали раскупаться населением, сразу понявшим алчную сущность реформ жилищного хозяйства. Увы, с годами, и мы тому свидетели, тарифы на проживание в самой богатой стране мира, ну по крайней мере нам так втирают СМИ, только растут. И население просто вынуждено считать то, что стоило ранее копейки. Поэтому потребность в надежных приборах учета выросла в разы. А завод Бетар и производит онные. Причем вот вам динамика производства, рост которой в миллионах для сталилитейной промышленности был бы невозможен. Итак, год 2000, первый миллион, через год 2 миллиона, еще год, еще миллион, год 2004, двукратное увеличение продукции, 5 миллионов, через год их уже 7, а к концу года 9. И это плоды инвестиций в производство. Год 2009, посткризисный, внимание, 20 миллионов. И еще один кризисный год, 2010, 25 миллионов. И кризис однозначно в мозгах тех, кто привык получать, не зарабатывая. Бетар работает и работает успешно. И это не только счетчики воды, счетчики газа и более 30 наименований продукции, которую уже пытаются подделывать наши китайские родственники. Да потому, что все это востребовано. Ведь самое забавное, что такая производственная база была и в Магнитогорске, и во многих городах. Но надо было только взять кредиты и развиваться. А мы выбрали другой путь. И пенять остается теперь только на себя. Естественно, надо понимать, что не выпуская прибор высочайшего качества и надежности, спросом бы такая продукция не пользовалась. Еще раз напомним, что выпуск продукции, исчисляемый миллионами штук и миллиардами комплектующих, был бы невозможен без автоматизации и роботизирования производства. Если честно, ранее видел такое только на картинках, и в рекламных, и в большинстве не наших фильмах. Роботы здесь не допускают ошибок. Представьте, роботы стоят в глубинке. Не на предприятии, которые посещают президенты и премьеры. Не на предприятии, в которые вбуханы миллиарды денег из карманных банков. И это все для производства приборов банальных по сути. Приборов, без которых жить экономно и разумно сейчас не получается. Главным направлением развития нашей фирмы было не столько процент продаж, занимаемой на рынке, приборов энергоучета, вообще, в общем, по России, сколько именно качества нашей продукции и удовлетворенность потребителя. То есть нас волнует прежде всего, чтобы не цена прибора, а качество продукции, благодаря которому покупатель выбирает именно нашу продукцию. Сейчас потребителю нужна и главная еще и надежность. А надежность, конечно, тоже обеспечивается тем, что мы в любое время всегда принимаем счетчики на возврат, принимаем счетчики по гарантии. То есть мы готовы обменять счетчики сторонних производителей на свои приборы? Сотовый телефон, допустим, у него гарантия год, может быть, полгода. Я беру, ну там, телевизор, допустим, тоже год гарантии. Дальше сам разбирайся. Компьютер беру, тоже год гарантии. Больше никто ничего не даст. Ваши приборы работают 4 года и 12 лет. Как вот это объяснить? Потому что мы уверены в качестве своей продукции, уверены в материале, из которого изготовлена наша продукция, уверены в технологиях, которыми пользуемся при производстве. И поэтому мы даем такую большую гарантию. Практически пожизненная гарантия? Ну, практически, да. Теперь, собственно, и стал понятен интерес руководителя магнитогорской фирмы «Водомер» Олега Иванова к работе по реализации и установке приборов Чистопольского завода «Бетар» в Уральском и Сибирском регионе. Теперь стало понятно его инициативность и уверенность. Да потому, что он знает, как знаем и мы, что за этой продукцией будущее. Вдумайтесь, более половины установленных в России приборов – это «Бетар». Конкуренты производят в разы меньше. Но и качество и надежность не может сравниться с этой продукцией. Мало того, и суть нашей поездки подтвердила это, каждый новый год – и это не одно поколение приборов, становящихся еще более надежными и компактными. Я, кстати, в поездку взял специально метро-кино и телевидение. Он за свои 50 лет работы видел, ну, побольше моего, так это точно. Так вот, нигде ранее, ни в России, ни в СССР он не видел такого подхода к делу. За вашей спиной часы, которые отчитывают успех, так получается? Да, это так. Мы плодотворно работаем на рынке России и СНГ, занимаем лидирующие позиции на сегодняшний день и надеемся на дальнейшее развитие. Газ, электричество, вода – все течет, все меняется. И обратил внимание, что у вас идет постоянное обновление собственного производственного парка. Да, у нас инновационное предприятие. Мы очень много средств вкладываем в развитие производства, в обновление парка оборудования. И глубокая модернизация приборов у нас происходит каждые два с половиной года. Количество ваших приборов перевалило уже за миллионы. Но главное достижение – это все-таки, по-моему, те люди, которые установили эти приборы себе. Да, конечно. Мы считаем себя социально направленной фирмой и развиваем широкую дилерскую сеть по России для того, чтобы быть ближе к потребителю, для того, чтобы решать вопросы потребителя и по сервису, по обслуживанию и быть доступным потребителю по цене. Вы все-таки это центр европейской зоны Российской Федерации. Но дилерская сеть – это еще и Сибирь, это Дальний Восток, это юг Челябинской области. Кто ваш стратегический партнер? В восточном направлении, конечно же, это фирма «Водомер», директор фирмы Иванов Олег Александрович, наш один из важных партнеров в этом регионе, в этом направлении, который очень оперативно реагирует на наши запросы, оперативно реагирует на запросы потребителей, и мы имеем возможность через него иметь прямую связь с потребителем для того, чтобы удовлетворять потребности рынка. И в состоянии легкой шоковой задумчивости мы решили съездить в Казань. Лучше бы мы этого не делали. И тут стало понятно, генетически втравленная трусость и больная сущность затравленного моногорода. Где кризис? Где? Я боюсь, придется вам рано или поздно показать и грозный. Но вы представьте себе, что при жизни человек себе построил, нет, не памятник, а страну с ровным достатком. Со столицей, показать которую всему миру – это гордость. И это в центре страны, которая, ну, глядя на Уральское село и вымершую Сибирь из Байкалья в лопухах. Город, который ранее не представлял из себя, ну, практически ничего. За 15 каких-то лет стал красавцем. Спорт – это не одна команда, задолбавшего всех хоккея, а четыре, имеющих такую базу, опять же, ранее не виданную нигде. Понятно, что люди сверхбогатые здесь есть, но походу свои сверхбогатства они как патриоты реализуют именно на родине. Да еще одна мысль пришла. Живя богато, но с виду скромно, не вызывая зависти хуторками и другими дворцами-зверинцами, можно сохранить дружелюбную и созидательную атмосферу. Кои так остро не хватает ранее умиротворенному городу, теперь уже бывших в большинстве своем металлургов. Казань – это один из немногих городов России, в котором я, наверное, хотел бы пожить. Потому что город не испорчен новостройками. Даже то, что построено, оно гармонично сочетается. Вот взять эту мечеть, которой раньше-то и не было, она стала украшением Казанского Кремля. При этом вам обязательно надо в этом городе побывать. Ну, для того, чтобы поболеть за любимую команду. Ехать сюда недалеко, всего лишь 700 километров от Магнитогорска. И действительно есть, что посмотреть. Ну, а мы же благодарим фирму «Водомер» и ее директора, который нам позволил поглазеть на вот это чудо.